Вода есть, есть скважины у нас, есть очистные, но они, к сожалению, уже устарели. И вода, на Никитинке очень много железа. И у нас проблемы постоянно с котельной. То котлы забиваются, прогорают и так далее. И все водопроводные сети, соответственно, тоже такой слой железа. Вода не совсем должного качества, так скажем. Решением проблемы качества питьевой воды в поселке Никитинский Вячеслав Телеги начал заниматься сразу же, как вступил на пост главы города. От местных жителей поступало огромное количество жалоб и обращений. Проблема действительно серьезная и существует даже не один десяток лет. Ужас какая она у нас, эта самая ржавчина такая, постоянная ржавая. Набираешь, она ржавая бежит. Чайники все портятся, ну, такой, ветр все, в кружке все портятся. У нас в городе дочь живет, но это я приеду туда, наберешь ванну, там она, глубизна такая, все. А у нас что, ржавчина такая, все трубы поставили пластик, все уже пожелтели и такие стали страшные, ну, нехорошие. Многие из жителей Никитинки очищают воду подручными способами, используя фильтры. Но, по их словам, приборов надолго не хватает. А кто-то для питья и приготовления пищи покупает специальную бутилированную воду, а из крана используют только для уборки и стирки в бытовых целях. Идет ржавая по утрам, и напор небольшой, бывает, вообще не бывает. Как вы используете ее в приготовлении пищи, моетесь, стирки? Только в стирке, а так приобретаем, покупаем. Ну, мы и пьем тоже ее, но только отстаиваем сначала, прежде чем. Ну, а я покупаю вот эти. Фильтры ставим. Вы слышали, что будет водовод строиться новый? Да, слышали. Рады этому событию? Очень. Ждем, не дождемся. Сегодня решение проблемы обеспечения качественной водой жителей поселков Никитинский и Байкаим сдвинулось с мертвой точки. Конкурсное строительство водовода выиграла кемеровская компания «Монтаж Энергострой». До конца недели будет заключен контракт, и бригады приступят к работам. По строительству у нас водопровода есть объект поселок Никитинский. Вопрос серьезный, все находится на контроле у губернатора. В администрации города состоялся первый штаб по вопросу строительства водовода. На совещании собрались представители компании, подрядчики, специалисты технадзора, городского водоканала, чтобы обсудить технические моменты нового проекта. На сегодняшний момент выигран конкурс, победила кемеровская компания и будет заниматься строительством. Наша задача контролировать качество работ и сроки. Ход строительства водовода будет лично курировать глава города Вячеслав Телегин, областная администрация, специалисты областного стройнадзора. Объект не только стратегически важный, но и достаточно сложный. Он пройдет через два поселка – Байкаим и Никитинский. На пути сразу две железнодорожные линии, а значит, необходимо пройти ряд дополнительных согласований. Сейчас мы изучаем проект, который получили от администрации города. Это проект водопровода. Объект такой стратегический проходит через два муниципальных образования. Это город Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкий район. Тем сложнее и ответственнее строить такие объекты, потому что нужно учесть интересы двух муниципальных образований. Более того, разрешение на строительство выдается администрации Кемеровской области. Протяженность водовода 20 километров 600 метров, диаметр 25 сантиметров. В Кемеровской области заводов по изготовлению таких труб нет. При этом предприятие высокой мощности может изготавливать не более одного километра такой трубы в день. Компания агент-подрядчика сейчас ведет переговоры, чтобы получать необходимый материал в кратчайшие сроки. 20 километров трубы, они нигде же не лежат. То есть на самом деле для того, чтобы трубу привезти, у нас в Кемеровской области в принципе производителя полиэтиленовых труб сегодня нет. Производство есть в Омске, производство есть в Казани, есть завод в Красноярске. Мы рассматриваем, мы работаем сегодня со всеми поставщиками для того, чтобы просто понять, кто из них сможет нам в короткие сроки поставить эту трубу. Работа на поселок Никитинский будет идти на четырех участках, то есть четыре подрядчика будут, вот сейчас привели первое совещание, будут идти, потому что сроки ограничены, они будут идти с четырех сторон. И параллельно пойдет ответвление на поселок Байкаим. Он у нас, ну не знаю сколько он существует, там не было никогда вода, они всегда с речки качали. И всегда мы им возим эту воду водоводсками, то водоводска сломается, то еще что-то, и получается проблема. Сейчас они получат, ну я надеюсь, что уже в сентябре месяце, в ноябре, наверное, первая очередь поселка Байкаим получит воду. Ну поставим мы первое время колонки, а там дальше люди, вот как мы поселок Дачин делали, магистраль прокладываем, ставим колонки. Люди есть желание договариваться с Доканалом, платят деньги, делают врезку себе в дом. Мы убедились сегодня, что команда достаточно серьезная, собранная, и глава города познакомился со всеми. В принципе, все настроены на результат, поэтому я думаю, все у нас получится. Строительство водоводов в поселке Никитинске – одно из самых масштабных за последние несколько лет проектов в коммунальной сфере города. Завершить его планируется осенью текущего года, в результате чего более трех тысяч человек будут обеспечены чистой, качественной питьевой водой.